Слово предоставляется автору книги «Дети и война» Тимошенко Людмилы Николаевны, делегации из города Даугопилса. Малолетние узницы концентрационного лагеря Сауслудска. Я прошу у вас прощения, но я буду сидеть. Стоять я уже не смогу. Если вы позволите, я скажу, потому что, может, задержу ваше внимание, потому что чувствую, что второй раз я уже сюда езжу, ну, начиная с 50-х годов, но теперь я уже чувствую, что с каждым годом мне все тяжелее. И вы позвольте, если я немножко задержу ваше внимание, простите меня, я хочу сказать, как говорят, последнее слово. Я даже написала его на бумажке, чтобы, волнуясь, не забыть главное сказать. А потом, после, думаю, что же я не сказала самое главное. Так вот, дорогие мои братья и сестры, по нелегкой судьбе, уважаемые присутствующие, уже много лет мы собираемся здесь, наполитое слезами и кровью сало с пилской землей. Мы детьми здесь были, а теперь мы стариками здесь опять бываем. И если мы были детьми все в одной стране, то теперь мы старики из разных стран. Вот только что сейчас выступал человек из Казахстана. Мы знаем, что и Литва, и Эстония, и Россия, и все, и Украина, все, многие были в сало с пилсами. И как у многих наших сверстников, у нас война, фашисты отняли с детства. У нас не было его вообще, фактически. Вот стоит мой внучок, вот этот мальчик. Я волнуюсь, я переживаю, что этот замечательный человек добрейшей души, вот теперь говорят, дети такие и такие, это не просто дети, а это наше поколение, я вам хочу сказать, что они даже несут наши болезни все. Не дети, а внуки. Это доказано медициной. И у него такое сердечко, которое взрослому не снится. Он жалеет меня, я живу ради него. Может быть, давно меня не стало. Но он приходит, стул подносит, моет мне ножки, вообще заботится. Спасибо тебе, Кирилл. Спасибо вашим внукам, вашим правнукам. Теперь нам было уготовано не просто людям, а птенцам, которые не вылетели, не оперились, не вылетели из родного гнезда, а на взлете их подбили. Теперь нас называют подранками. Нам было уготовано концлагерное детство. И память о пережитом не покидает нас уже 70 лет. У меня дочь есть. Она доктор психологии. Умная очень девочка. Она говорит, она мне помогала эту книжечку верстать. Она набирала, вот о которой сейчас говорили, только маленькая книга памяти. Она говорит, мама, выбрось все из головы. Не думай об этом. Это уже не повторится. А что происходит сейчас? Опять мир затрясся весь в этой агонии. Это такое трудное время мы с вами живем. У нас было трудное детство, и я думаю, что не очень легкая у нас старость. И мне хотелось сказать вам, что вопреки всему, благодаря Богу, мы выжили, и вот мы здесь, где когда-то на этом месте земного шара сошлось все, что бывает только в аду. Мы не знаем, где мы будем на небесах после нашей кончины, но там, я верю, что мы уже, как дети, когда были детьми, уже побывали в аду. Этот ад нам устроили фашисты. И я хочу сказать, что просто доброе слово о музеях. Мы не просто выдержали этот удар. Мы трудились, мы работали. Вот я сделала анализ всех музеев, здесь сидящий есть, и Сырцов, и многие, вот Гаврилов, и о ком только не говори, вот где-то Сидит Спиридонов, и так далее, и так далее. Но здесь анализ людей, которых я знаю. И их всего вот в этой страничке 235 человек. Конечно, вы знаете Яцкевича, который ушел, а я его вспоминаю. И Ляхину, которая ушла, а я ее вспоминаю. И вот здесь стоящая, сзади наша руководителя, да, она тоже есть здесь. Так вот я просто хочу сказать, вот вся страница посвящена, что ни один из узников не стал бомжой. Он работал. И вот когда... Извините, пожалуйста. Когда наше поколение детей войны, хлебнувшее в горях, вот так это больно. И что удивительно, сейчас, когда нет войны, мирное время, а сколько таких людей, которые не могут, у них нет силы, нет любви к родине, как мы хотели. Вернуться, не остаться в Германии, вернуться домой. Моя мама шла пешком с детьми. У меня я не ходила. У меня было четырежды воспаление крупозное. Она на тачке везла меня, и только в Россию. И когда солдат подошел к ней, говорит, Мать, что ж ты в этой шубе? Знаете, как раньше здесь, ну, длинные такие шубы. Давай мы тебе сейчас дадим любую пальто хорошее. Она говорит, нет, не надо. У меня здесь такие карманы, что у меня там все. И нитки, и соль, и хлебушка кусочек. Вы понимаете, она шла пешком в Россию. Но она не дошла. Она дошла до Латвии, и здесь ее остановили. И сказали, оставайся, мать, здесь, потому что куда ты вот с такими? А это вообще не ходит. И мы, ну, вы знаете, мама моя сельская, нам даже дали на Заячьем острове квартирку, потом на Пушкина 8 нам дали. Но она сказала, а зачем мне эта Рига? Я поеду в деревню, и мы поехали в Дагду, и работали, и она прожила до самой смерти там работа. Я просто вам сказала. Так вот, я хочу сказать, мы не потеряли себя. Мы много трудились. Я держу в руках газету «Судьба». Вот она. И в этой газете нет ни одного человека, хотя бы взять, упавпил столько, которые работали, будучи инвалидами. У меня была первая группа, сейчас я здоровая, у меня вторая группа. Еще хорошо, что оставили вторую. Могли вообще уронить. Так вот, я здесь, присутствующие здесь, сидят вот в этих рядах. Вот сидит наш доктор, уважаемый, она лечит этого мальчика. Она лечила его маму, его тетю лечила. Она лечила не только наших детей, но и наших внуков, а у других и правнуков. Просто у меня их еще нет. Кирюша даст мне правнука. Надо даже дождаться. Так вот, она 58 лет на охране здоровья детей. Моряк-подводник Стариков Василий Михайлович 55 лет трудился. Он здесь тоже. Он стоит, рядом с ним летчик, который трудился 51 год. Ковалев Александр Григорьевич. Я хочу еще назвать Анну Федоровну Семкина, которая проработала в торговле, старше ее 51 год. Почему я уделяю этому вопросу? Слушайте, может быть, вы не ездите, а я езжу и в Саратов, и куда. И в этом году я услышала такое, что мы, оказывается, с вами недобитые. А там, говорят, еще остались недобитые. Но когда он нас оскорбил, он просто не знал, с кем связался. Его попросту выбросили из этой самой думы и так далее. Он получил год за сходом. Кто читает газету «Судьба», тот поймет. Это урок остальным. Пусть они что хотят, думают о нас, но мы действительно выжившие. Мы действительно, потому что 90% детей не выжило, а только 10%. Но мне кажется, что еще меньше. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем, не вспоминаем, а рады даже, и сейчас, что наконец-то, еще раз хочу, наконец-то Россия в такой трудный момент, в такое тяжелое время, когда, ну только я не знаю, кто не лает на нее. Это просто удивительно. Кто виноват? Только русские. Ни в чем мы не виноваты. Не надо опускать голову. Да, я горжусь, что я русская. Да, я горжусь, что у меня мать орловская крестьянка. Я горжусь тем, что мои дети написали в своих документах, теперь национальности ставьте, но они написали, что они русские. И хотя он получил сразу гражданство, а я до сих пор не гражданка. Как же, я в Латвии живу с сорок первого года. С сорок первого. Четыре фонт-слабеля. Последний был в Германии. И я не гражданка. Вы скажете, а вы идите, сдайте экзамен, там все. Я не иду. Почему? Потому что я уважаю себя. Я что, буду падать в Ницце, говорит, дайте мне, я чувствую себя гражданином мира. Я заканчиваю, да. Так вот, последний вопрос. Все, что происходит сейчас в мире, господин принят подробно это сказал. Это не только нас тревожит. Это заставляет нас пить валидол. Это заставляет нас мучиться. Почему нам сейчас с вами без волнения нельзя об этом говорить? Но я хочу вам сказать. Пока стучат наши сердца, то есть пока мы живы, говорите молодежи, они не понимают, они даже не знают, что такое война, что такое пухнуть от голода, умирать, быть завшивленным, кушать баланду эту, которую дают. Но все, что нужно делать, чтобы беречь мир. А посмотрите, сколько оружия на земле. А атомная энергия. Но чтобы мир был, я хочу сказать, все, заканчиваю последней срочкой. Каждый отдельный человек может задать вопрос. Но сейчас рынка соединилась и она без предела. Вы это видите. В истории войдут не те, кто подстрекает, чье слово может толкнуть на убийство, на силе, поджог. История запомнит тех, кто может остаться без пощадки, без предела. Остановить без предела. Надо спасать детей. Надо, чтобы они жили в мире. И я хочу в конце сказать, вот тут говорилось, что Саласпилл, Саласпилл. Я уже в прошлый раз говорила, что в этой маленькой книжечке, книге памяти, четко написано по поводу споров о статусе Саласпиллского лагеря сошлемся на письм Моррейхсфюрера СС Генриха Гибблера, штурмбаркфюрера СС Рудольфу Ланке от 11 мая 43-го года. Я цитирую. И в Ланке в Ланке в Саласпилл в Саласпилл находится наш лагер трудового перевоспитания. И вот цитирую до сих пор, а дальше продолжается. Этот лагерь практически является концентрационным. Так, друзья мои, будем жить, будем беречь мир. И я хочу вам прочитать в конце, чтобы вы были оптимистами, каким являюсь я. Я верю. Спасибо.